Кто такие энергетики, чем они занимаются и как выглядят? Об этом рассказали и показали второй смене детского здоровительного лагеря «Зорька-Юбилейная». Впервые Гродненские электрические сети предприятия «Гродноэнергом» провели подобное мероприятие. На территорию лагеря приехали аварийная служба и лаборатория. Каждый ребенок мог не только посмотреть, но и потрогать все приборы и кнопки. Такая возможность вызвала максимальный интерес у ребят. 13-летний Захар Максимов мечтает стать кинологом, но изучив лабораторию и переодевшись в форму электрика, задумался. Ну я посмотрю, сложно это вообще или нет, какие предметы нужно на это сдавать. Классная профессия, наверное, сложная, особенно с лабораторией. Там столько аппаратов, надо все знать, куда нажимать. Ребята выстраивались в очередь, чтобы примерить перчатки, каску и резиновые галоши. Сотрудники Гродненских электрических сетей рассказывали и показывали детям, как работает вся энергосистема в области. Главная задача – заинтересовать ребят в профессии и расширить их кругозор. Совсем недавно в Ашмянских электросетях прошло знакомство молодежи также с работниками энергосистемы. В свою очередь мы приглашаем и колледж, и школы, возим их на объекты электрических сетей, гидроэлектростанцию, показываем, как работают энергетики. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы кто-то из ребят, из девушек сделал выбор в пользу профессии энергетикой. Кроме того, для детей организовали веселую развлекательную программу на тему «Безопасное лето». Ребята танцевали, участвовали во флешмобах, играли и отгадывали загадки. Перед началом МАКСа была проведена лекция на тематику безопасной эксплуатации электрической цепловой энергии и пользования газом в БТУ. Особо активным деткам раздавались призы поощрительные. Мы надеемся, что наши лекции не проходят просто так для них, и что это все-таки у них в головках отложится детские. И в дальнейшем они будут это все использовать и безопасно относиться к этой всей энергии. МАКСа МАКСа